То, что вы услышите в этом видео, вы больше не услышите нигде. Кто такой Бог? Что вы знаете о Его происхождении? Вот откуда Он взялся? Вы только задумайтесь, около 90% людей на планете верят в Бога. То есть почти все. Из них около 65% это христиане и мусульмане. То есть представители веры в одного Бога. Не в разных Богов, а в одного. Так называемая монотеистическая религия. 65% это где-то 4,5 миллиарда человек. 4,5 миллиарда человек. И скорее всего вы один из них. А теперь задумайтесь, это важно, что вы знаете о вашем Боге. Спросите себя или священника о происхождении Бога, и вы услышите что-то наподобие такого ответа. Мы именуем Бога безначальным. Поэтому у Него нет ни начала, ни конца. Вот Бог как раз живет в вечность. Мы ничего о Нем сказать не можем. Но вы знаете, к чему мы тогда приходим? Если мы ничего не можем сказать, тогда в кого мы верим? И поэтому мы говорим, Бог есть премудрость, Бог есть творец, Бог есть справедливость, Бог есть любовь и так далее. Бог – это то всепремудрое, вселюбящее, всеразумное, вечное и святое существо, который держит этот мир в своих руках. Для нас Бог тоже, что для цветка солнца. Слушайте, осмысляйте, что для рыбы вода. И не нужно веснушчатый, крапчатый Антошка говорить, откуда взялся Бог. Мой шестилетний сын спросил у меня, откуда взялся Бог. Как следует ответить ему на этот вопрос? Рут, ответьте просто, сынок, я не знаю. В Библии об этом ничего не говорится. Скажите сыну честно. Согласно Библии, Бог всегда был и всегда будет. Но откуда Он взялся, мы не знаем. Другими словами, никто ничего не знает о том Боге, в Которого все верят. И более того, даже мысли о том, что Бог имеет свое начало, кощунственны, они запретны. Хоть и в 21 веке. И такого человека даже сегодня многие готовы, образно говоря, сжечь на костре. Хорошо. Кто-то может возразить к нам и сказать, что мне не важно, откуда Он взялся. Для меня важно, что я знаю, что Бог есть, что Бог все создал, создал человека и так далее. Прекрасно. Но в такой системе мировоззрения возникает вопрос, каким образом появилось зло в мире? Ответ вы услышите один. Был такой ангел Люцифер, он отпал от Бога и стал сатаной, и начал творить зло. В другом ролике я детально коснусь вопроса происхождения сатаны. Но сейчас просто скажу, что в Библии нет ни одного места, которое бы говорило о падшем ангеле. Такого места нет. Но даже если бы оно и было, каким образом добрый Бог создал существо, которое заранее было предрасположено ко злу? Ведь это значит, что зло существовало до падшего так называемого ангела. Если все создал Бог, то он должен был создать и зло. А если он создал зло, значит, он не такой же хороший и добрый, как нам рассказывают. А если он не такой хороший и добрый, то зачем все верят в такого Бога? Вот к таким элементарным размышлениям приводит отсутствие знания о происхождении Бога. Поскольку если он все создал, он должен был создать и зло. А если он его не создавал, тогда само понятие зла существовало еще до Бога, либо параллельно с ним, и было создано кем-то другим. В любом случае, зло само по себе, как и все остальное, не могло возникнуть. Если верующий отрицает, что зло создал Бог, значит, остается только другой вариант. Зло существовало еще до него, до антропоморфного Бога. Антропоморфного, значит, внешне похожего на человека. Поэтому если мы не знаем, кто такой Бог, мы, по сути, вообще не можем адекватно оценивать, что есть правда о Боге, а что выдумка. И такие ответы, как, например, человеческий ум не в состоянии понять происхождение Бога, они лишь говорят о том, что на вопрос, откуда взялся Бог, церковь не может ничего сказать. Либо не может, либо не хочет. А теперь к сути. Мое внимание привлекло то обстоятельство, что в Библии на иврите, или, как ее называют, в Масаретской Библии, более двух с половиной тысяч раз написано слово «элохим», что переводится как «боги». Это слово стоит уже с самого первого стиха Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В иврите стоит слово «элохим», то есть не «бог сотворил», а «боги сотворили». Но во всех дальнейших переводах слово «боги» было заменено единственным числом, словом «бог». Хотя на иврите слово «бог» в единственном числе тоже существует, и оно переводится как «эль» или «элох». И если бы древний автор считал, что все сотворил один Бог, он бы мог написать слово «бог» в единственном числе. Но правда-то в том, что в древние времена в единого одного Бога никто не верил. Вспомните, например, египетский пантеон богов, шумерский пантеон богов и так далее. Люди верили во многих богов. Эта вера во многих богов нашла свои отпечатки в Библии. Особенно ярко об этом говорит 81-й псалом. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». На иврите в масоретском тексте эта фраза «бог стал в сонме богов» звучит как «элохим нитцав баадат эль», что переводится как «боги стали в собрании эля». Бог эль – это самый верховный бог ханаанского пантеона богов. Детальнее о нем будет сказано немного позже. Итак, мы можем увидеть, что даже древние евреи верили во многих богов, среди которых Яхве был одним из этих богов. Особенно красноречиво об этом говорит место из книги «Второзаконие». В 32-й главе, в 8-м стихе написано «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». Вот эта фраза «по числу сынов Израилевых» была изначально искажена, чтобы скрыть веру древнего Израиля во многих богов. В греческих же текстах, датируемых 4-м веком н.э., эта фраза переведена как «по числу ангелов Бога». То есть не сынов Израилевых, а ангелов Бога. И это вкладывает в текст совершенно другой смысл, кардинально другой. Но что еще более интересно, это то, что в самых древних свитках Библии на иврите, которые датируются 2-м веком до н.э., так называемые «кумранские свитки», так вот в этих свитках вместо слова «сыны Израилевы» стоит слово «сыны Элохим». А под словом «Элохим», как мы помним, древние евреи подразумевали именно богов. То есть изначально эта фраза была записана как «по числу сынов Божьих». Также стоит сказать, что слово «всевышний», которое стоит в начале этого стиха, описывает снова того же самого верховного бога Эля, поскольку на иврите звучит как «эль-йон» — «всевышний». И как мы видим, это слово состоит из его имени, имени бога Эля — «эль-йоне». То есть, если этот стих прочитать сначала, то получится. «Когда Эль давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народам по числу сынов Божьих». Это же кардинально меняет смысл этого стиха. Получается, что здесь написано не о людях, не о сынах Израилевых, а о богах. И о том, что восьмой стих был изначально именно таким, говорит следующий девятый стих. Там написано «Ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его». В этом стихе под словом «Господь» стоит слово «Яхве» на иврите. И получается тогда, что когда верховный бог Эль ставил границы народам, то он разделил народы по количеству детей богов. А Яхве, как одному из богов, достался Иаков, то есть еврейский народ. А все остальные народы были разделены между другими богами. Вы обратите внимание, это написано в Библии. На самом деле, этих мест очень много. Я сейчас не останусь их перечислять. Я их перечислю в отдельном ролике, который будет посвящен политеизму многобожию Израиля. Остается очень странным и тот вопрос, что после потопа Ной и его семья придерживались веры в единого Бога. Но почему-то уже отец Авраама, Фара, не верил в него. Несмотря на то, что во времена, когда родился Авраам, Ной еще был жив. Как это вообще возможно, особенно в то строгое патриархальное время, когда все передавалось из поколения в поколение, которое свято хранило свои традиции, свою веру. Если самый старший отец был жив, то он должен был передавать свое знание своему сыну, а тот передавал своему сыну, и так должно было дойти до Авраама. В этой системе эта религиозная линия должна была соблюдаться, как она, например, соблюдается уже тысячелетиями в еврейском народе и до сих пор. Но в Библии написано, что это не так. И Авраам был, по сути, единственным человеком на Земле, который поверил в этого единого Бога. Это чрезвычайно странно. Примечателен тот факт, именно факт, что в древние времена не 65%, а 99% населения планеты верили в своих богов. Как так получилось, что сегодня 65% верят в того Бога, в которого еще несколько тысяч лет назад никто не верил. Нелогично ли, что если у этого Бога было очень мало последователей, то эта религия должна была отмереть. Но факт налицо. И сейчас люди верят не в Ала, не в Бога Ра, а именно в единого Бога. Это еще один парадокс, который говорит нам о том, что само по себе это не могло так случиться. А значит, вера в одного Бога навязана или другими словами установлена искусственно. Теперь вернемся к вопросу происхождения Бога. Итак, что написано в Библии? В определенное время Бог сказал Аврааму выйти из месопотамского города Харан и идти туда, куда он его направит. Примечателен тот факт, который описан в еврейских мидрашах, текстах, не вошедших в официальную Библию, поскольку эти тексты были записаны уже гораздо позже самого Ветхого Завета. Так вот, согласно мидрашам, когда Аврааму было всего три года, он взглянул на закат солнца и понял, что над всем этим есть Бог. Попрошу заметить, что Авраам получил это откровение при заходе солнца. И вот дальше Бог говорит ему выйти из шумерской земли и идти на запад. При входе в землю обетованную, если ее так можно назвать, он встречает священника Мельхиседека, которому он отдает десятину со всего, что имеет, и который послан к нему от того самого Бога. И вот теперь самое важное. Мельхиседек называется царем и священником Салима. Именно Мельхиседек и является той ключевой фигурой, которая нам и пробивает свет на происхождение Бога. Поскольку Бог Мельхиседека это и Бог Авраама, то нам остается узнать, кем же является Бог Мельхиседека. Об этом в Библии, конечно, нет упоминаний, но там написано, что Мельхиседек он царь и священник города Салима, царь Салимский. То есть в городе Салиме был культ того Бога, который и вывел Авраама из Междуречия. В древние времена считалось, что все города были построены Богами или Богом, которому в этом городе и поклонялись, и именем которого этот город и назывался. Исторические факты говорят о том, что город Салим это Иерусалим. Иерусалим в переводе звучит как «основанный Салимом». Вы можете почитать об этом в Википедии, например, это доступная информация. То есть древний город Иерусалим, святой город, был городом Бога Салима или Шалима или Шалиму есть варианты звучания. То есть представьте себе, до того, как в Иерусалиме провозгласили культ Яхве, в нем существовал культ Бога Салима, священником или жрецом которого был Мельхиседек, который и благословил Авраама. И самое интересное, Авраам принял это благословение, поскольку считал, что Мельхиседек является служителем того же Бога, который Аврааму и открылся. Теперь посмотрим дальше. Что мы знаем о Боге Салиме? При раскопках древнего города Угарит в Ханаане нашли тексты, из которых становится ясно, что в земле Ханаанской существовал пантеон богов. Верховным богом был бог Эль, который почитался во всем этом регионе, в том числе, конечно, и в Израиле. Эль родил 70 сыновей, в том числе он родил Салима, но не только его. Салим родился не один, он родился с братом-близнецом Шахаром. И эти два бога были богами утренней зари и вечерней зари. Шахар был богом утренней зари, а Салим был богом вечерней зари. Помните тот момент, когда Авраам получил откровение о едином боге, смотря именно на закат солнца? Стоит вспомнить и то обстоятельство, что Иисус Христос родился в Вифлееме именно на закате, при появлении первой звезды. Это очень интересное совпадение. Вам так не кажется? И то, что Иисус все время ходил молиться на гору Илеонскую, то есть на гору бога Эля, это тоже очень странно как-то выглядит. Конечно, могут сказать, что имя бога уже давно известно, это Яхве или Яхова, имя, которое бог открыл Моисею, когда ему явился. Но вот что интересно, имя Яхве или Яхова не является именем, а переводится как Я тот, кто существует. То есть, по сути, бог на вопрос Моисея, как тебя зовут, ответил Я тот бог, который существует. То есть, имени своего он ему не сказал. И не зря, поскольку самым главным богом на то время был Ваал, тоже сын Эля. Культ Ваала еврейский народ всю свою историю пытался истребить. Бог Ваал был самым сильным богом на то время и потому его культ был самым распространенным. И скорее всего, если бы Яхве представил Самоисею как Салим, то никто бы его не послушал. Уже после того, как бог вывел евреев из Египта в пустыню возле горы Синай, народ воздвиг ему тельца. Ну, вы помните эту историю с золотым тельцом. Чем вызвал гнев Яхве и Яхве приказал убить около трех тысяч человек. Отец был символом самого сильного бога на то время. И это показывает, что евреи думали, что их ведет самый сильный бог. И тот факт, что Яхве постоянно твердил народу израильскому, что он бог над богами, что он самый-самый, говорит о том, что и он со своей стороны показывал им свое превосходство над другими богами. Ведь если бы не было других богов, то не нужно было бы ничего никому доказывать. Нужно рассмотреть еще один примечательный и очень красноречивый факт возникновения монотеизма в древности. Как ни странно, он возникает приблизительно в тот же самый период времени между периодом Авраама и Моисея и в том же регионе в Египте. Ни с того ни с сего тысячелетняя религия Египта прекращает свое существование благодаря фараону Эхнатону. Кстати, его женой была всем известная нам красавица Нефертити. Так вот, фараон Эхнатон запретил поклоняться другим богам, кроме одного бога. Имя этого бога Атон. И этот бог также имеет непосредственное отношение к закату. Атона изображали как диск с простирающимися лучами, которые можно видеть при восходе или заходе солнца. И хотя верховным богом был Ра, который являлся богом солнца, Эхнатон вдруг выбирает второстепенного бога солнца Атона и заставляет всех ему поклоняться. Со смертью фараона, конечно, культ этот прекратился, но тот факт, что это была попытка монотеизма великой древней империи и тот факт, что был выбран второстепенный бог, связанный с солнцем, снова проводит параллели с богом заката Салимом. А теперь стоит сказать, что в Библии есть упоминание того, что древние евреи понимали, кто такой бог заката и бог восхода Салим и его брат Шахар. В знаменитом стихе книги Исаии в 14 главе написано «Ты Деница сын Зари». Деница это на старославянском языке. На русском языке это бы звучало как «Ты светоносный». В латинском переводе светоносный звучит как Люцифер, откуда и пошло название Сатаны. Хотя в этом отрывке говорится как раз не о Сатане, а его сыне, о сыне Сатаны. На еврите написано «Хейлель бен Шахар». То есть «И ты Хейлель сын Шахара». То есть Исаия пишет о боге Шахаре и его сыне Хейлеле, о котором мы вообще ничего не знаем. О других местах из Библии, которые показывают, что Шахар это, так сказать, сатана, я расскажу в другом ролике о происхождении Сатаны. А сейчас пока скажу, что Шахар, насколько мы помним, это брат близнец Салима, то есть Яхве. В данном же видео становится ясно, что все очень запутано и все не так ясно и понятно, как нам рассказывают в церкви. Поскольку признает церковь, что все сделали именно боги, то пришлось бы признать и жизнь в других мирах. И самый главный факт, что человечество это далеко не самая развитая форма жизни, как мы себя привыкли считать. Пришлось бы признать, что всю цивилизацию людям дали боги. Да и самих людей создали. И до сих пор поддерживают свой культ на земле разными способами. Стоит также добавить, что слово Салим или на иврите оно пишется как СЛН. Сегодня известно как Шалом, то есть мир. Шалом Алейхем, мир вам. Так же, как и в исламе. Ас-салям Алейкум. И даже слово Ислам точно так же однокоренное слово Салим, поскольку в нем стоят такие же согласные буквы СЛМ. А как вы наверняка знаете, вы врите до определенного времени были только согласные буквы. То есть, по сути дела, имя бога Салима сейчас произносится гораздо чаще любого другого имени, поскольку является обычным приветствием на востоке. И именно такой бог действительно более понятен людям и соответствует поведению бога Яхве в Библии. Поскольку Яхве гневается, он убивает, он милует, он наказывает, он ведет себя как человек, он ревнует. То есть, ему присущи такие же эмоциональные характеристики, которые присущи и нам, разумным существам. А это уже говорит об отсутствии в нем беспристрастности и той абсолютности, как это утверждает церковь. основываясь просто на том мнении, что бог таким должен быть. И в случае с Салимом тогда становится понятным, почему он не уничтожает сатану. Понятно также, что он не создавал зло, а оно уже существовало до человеческой истории и, скорее всего, даже до божественной истории, о которой мы ничего почти не знаем. Какой мы можем сделать вывод? Людей сотворили боги, а не один бог Яхве. древнее имя Яхве Салим или Шалим или Шалиму, у него есть брат-близнец Шахар, который и есть так называемый сатана. Сам Яхва является второстепенным богом в этом пантеоне, но именно он непонятным образом смог перевернуть систему пантеона богов и сделать так, что вера маленького еврейского племени выросла в господствующую веру в современном мире, в котором ему уже поклоняется не 600 тысяч человек, а 4,5 миллиарда. А это, согласитесь, говорит о немалых качествах Яхвы. Поэтому верующие могут, конечно, в полной мере гордиться своим богом. Ему в сообразительности, в предприимчивости просто нет равных. Но теперь возникает другой вопрос. Конечно, возникает очень много вопросов, но один из них это зачем ему столько верующих? Для чего он их себе собирает? Ну, а об этом в другом ролике, о том, что по плану Яхве ожидает человечество.